Привет, с вами Велсаком. Должен признаться, у меня никогда не было iMac'а. Да, у меня есть iMac Pro две штуки, да, Mac Pro ведро, да, Mac Pro на колесиках, а iMac'а не было. А как гласить народная мудрость, у кого iMac'а не было, тот жизни не видал. Соответственно, срочно нужно исправляться. На самом деле, мы решили купить iMac именно 21.5, практически младшую версию, для нужды редакции, скажем так, потому что я хочу с него стримить, мне просто комфортно делать это с Mac'а. MacBook не очень подходит, он начинает греться, шуметь кулерами и так далее. iMac маленький, это то, что нужно. Компьютер-моноблок, взял его, перенес, если что, быстренько куда надо поставил, он свою задачу решает. Поэтому мы с вами сегодня распакуем, посмотрим, что это за девайс такой. А самое интересное, поставим на него свеженькую macOS 11 Big Sur и посмотрим, как она в том числе работает. Вот так вот весело. Поехали. Я, как и, наверное, большинство, от всемирной конференции разработчиков Apple ждал анонса свежих iMac'ов. Вроде как, они должны скоро-скоро выйти, 21.5 превратится в 23, 27, возможно, в 32. Дизайн у них будет, как у XDR-дисплея, поэтому это уже практически последний из магикан. В целом, вот глобальный дизайн этого компьютера не менялся с 2007 года. Вы можете себе представить? 13 лет Apple производит эти моноблоки вот примерно в таком дизайне. Да, появлялись 5K, да, появился iMac Pro, да, они потом стали чуть более тонкими, бла-бла-бла. Но по факту это один и тот же компьютер, охренеть. Мы взяли одну из самых простых версий и нас ждет. 3.8 ГГц Core i3. Господи! 1 ТБ 5400 при этом жесткий диск. Именно жесткий, не SSD. Здесь у нас карточка Radeon 55X с 2 ГБ опер... Что-то он дохлый какой-то, братцы. Что-то прям я смотрю на него и хочется рыдать. Мой, не знаю, MacBook пятилетней давности был мощнее. При этом стоит он охренеть. Вот столько он стоит. Он достаточно дорогой компьютер, я вам так скажу. Но главный экран здесь 4K. А я люблю смотреть, знаете, 4K фильмы, вот это все. Поэтому я его открываю с легким сердцем. Потому что, да, наверное, с точки зрения ПК-ПК этот компьютер совсем слабенький. Особенно за эти деньги, типа, в смысле. Но это все-таки macOS, это все-таки моноблок, это все-таки экосистема Apple со всеми радостями. Поэтому эти компьютеры имеют право на жизнь. Хотя лично я, если вы спросите, мое мнение, считаю, что есть MacBook, допустим, 16 дюймов, и iMac 27. Вот это, что-то странное. Но, видите, даже для меня, человека, у которого есть этих iMac'ов, MacBook'ов просто много, назовем это так, нашлось место даже для такого компьютера. Вот это движение. Ай, все так вот сделал красиво. Ну, конечно, надо отдать должное дизайнерам Apple в смысле упаковки. Какой еще компьютер открывается вот просто вот так, понимаешь? Вообще он должен открываться, Блэд. Леш, вырежи это все нахрен, открываться он должен в другую сторону. Смотри, какая красота. Раз, два. И вот тут, понимаешь, открылся. Опа! И сразу товар лицом. Не надо ничего там страдать, куда-то что-то мутить. Здесь еще сверху конвертик с клавиатурой и аксессуарами. Дальше ты вот этот пенопласт. Обратите внимание на качество пенопласта. Вы скажете, Валя, ты совсем ебнулся. Я скажу, да. Знаете что? Я не помню, что я открывал. Я охренел потом этот пенопласт собирать. Потому что он весь раскрошился просто в труху. И вот эти вот маленькие пенопластинки. Бегаешь, собираешь. Блэд. Вот качество упаковки, в сотый раз говорю, в тысячный на этом канале, это очень, блин, важно. Ребята, кто занимается вот этими всеми вещами, ну, уделяйте внимание упаковке. Да, я выкину потом этот картон и нахрен он мне нужен. Но Samsung, например, к своим телекам теперь делает коробки, из которых можно собрать домик для кошки. Баловство, да не то слово, у меня нет кошки. Но сам факт того, что я могу так сделать, меня радует. Экология важна. И я уверен, что многие скажут совсем, уже с ума сошел, да, давай, все, пока. Ну, правда, ну, серьезно. Ну, это все важно. И вообще, на самом деле, даже здесь много пенопласта. Хочется, чтобы его было меньше, чтобы вот это все не загрязняло атмосферу. Представляете, какое количество всякого картона, пусть и переработанного, уходит вот на такой карабас, который тебе нафиг не нужен. Но то, как это лежит, как это упаковано, для меня важно. Еще раз, я ее выкину. Но первое впечатление самое важное. Встречают, хоть ты тресни по одежке. Ну, он прям реально маленький и даже, сказать, легенький. Вот тут у нас розетонька. Вот так вот просто. Такая пуся вообще. Такой прямо. Слушай, но если они уберут, ему чуть меньше сделают рамки, это будет прям кайф. Если сохранят примерно такие же габариты, но при этом экран станет больше, 23,5 дюйма, это будет топ. Здесь вот убираем вот это вот. Опс. Опс. Вот это вот все убираем. Вот так вот раз. Вот так вот два. Вот так вот делай три. Хопа. Здесь у нас наклеена бумажка, которую мы также удаляем. Защита. Старая добрая распаковка эплопродуктов. Как я же ждал этого всего. Обожаю. Ну, разве это не секс в чистом виде? Я считаю, что он самый. Ты посмотри, какой он тонкий. Но здесь, конечно, применяется оптический обман. Назовем его так. Конечно, у него достаточно большая задница. Но под определенным углом он смотрится действительно очень тонко. То есть, когда ты вот так на него смотришь, кажется, «Нихрена, можно порезаться!» А потом, а, понятно. Так и с девушками иногда бывает. Ой, б***ь. Это скажут, что я сексист, мазохист и дебил. Не надо, что ты и говоришь. Смотри, здесь, оказывается, тоже надо удалить. Опа. Все. Никаких больше пленочек не осталось. Алюминиевая ножка, моноблок. Сзади у нас находятся разъемы, если вы вдруг забыли. То они выглядят следующим образом. Здесь у нас Ethernet. Card reader. Подключение наушничков. 4 USB 3.0. И Thunderbolt. Вот такие замечательные. Блок питания встроенный, конечно же. Поэтому у меня вот такой простенький. У нас, кстати, версия, видишь, из Америки, походу. Поэтому нужен переходничок. Но проводок-то вот он. Вот он простой. Не надо вот этот кирпич огромный кидать под стол. Вот это все. В этом, конечно, есть величие техники Apple. Все как-то очень супер лаконично и понятно. Что же ждет нас в этом конверте? Ну, здесь тоже без особых изменений. Бывает версия с клавиатурой и трекпадом. Можно такую взять. Можно взять с Magic Mouse. У нас, поскольку всего этого много, мы брали самую дешевую. Она была именно с Magic Mouse. Это версия с аккумулятором. Теперь уже без батареек. Вот так это все сюда втыкается лайтнингом. И именно поэтому он тоже, хороняка, идет в комплекте. Вот он. Соответственно, вы можете все это подзаряжать. Клавиатурка также работает на аккумуляторах. Apple ушла от батареи. Ну, кстати, хрен его знает, аккумуляторы садятся сильно быстрее. Я вам хочу сказать, что батарейки меня больше радовали. Потому что прямо хопа и полгода вообще не страдал. Эта штука разряжается. Клавиатурка у нас короткая. Бывает еще версия побольше с нампадом. Ну, вот это вот очень просто. Но ты посмотри, ты понимаешь, вот оно все. Вот оно, вот оно. Красота яблонька. Я вам рассказывал, что моим первым Apple гаджетом была клавиатура проводная для ПК. И это было страдание. Но я ей пользовался и кайфовал. Я просто, у меня был страшный, как мразь компьютер, вот этот десктоп на работе. Я принес белую клавиатуру, огромную, вот эту с пластиковым прозрачным дном. И сидел кайфовал. И каждый, кто заходил в мой кабинет. А я сидел на Тверской 13, потому что я работал в правительстве Москвы. Вот так вот. Был ведущим специалистом. И я печатал, и все говорили, ни хера ты какой вообще. Я говорил, да. Вон, стиль начинается с малого. Ну и главное, положа руку на сердце, ради чего закивался этот видеоролик, и распаковка iMac'а, это... Да понимаешь, все. С яблочком. Вот оно, вот оно. Это тряпанька с яблочком. Абсолютно великая. Вот так накрыл iMac, все, хорошо. Ну что, осталось его подключить, включить, и будем устанавливать macOS 11. Apple, кстати, не определилась. Она сама называет ее то 1016, то 11. Big Sur. Первая бета работает, ну, вроде бы стабильно. При этом, будьте внимательны. Еще раз напоминаю, я оставлю профиль в описании, чтобы вы могли тоже, если что, поставить вот это все. Но это бета для разработчиков. Если для вас компьютер является рабочей машиной, ни в коем случае не ставьте. Потому что отстрельнуть может что-то совершенно внезапно. А потом будете говорить, что я еще и крайний. Ни хрена подобного. А, яблоньки же еще. Яблоньки. Не знаю, из этих яблочек можно уже домик построить, мне кажется. Точно, чуть не забыл. К этому компьютеру, поскольку он у нас для стримов, нужна вот такая вот штучка. Мы ее добыли на Руси. И это Blackmagic Atom Mini Pro. Что это такое? Это плата видеозахвата, которая имеет 4 входа, 1 выход. И это, по сути, пульт, с которого можно стримить. Pro-версия еще умеет всякие приколюхи делать, типа аппаратного King. Соответственно, садишься на зеленочку и прямо во время стрима все это дело делаешь. Стоит такая в России 60 тысяч рублей на секундочку. В Америке можно взять, конечно же, дешевле. Тысяч за 40, там она тебе может залетать. Ну и вы знаете, это в любом случае достаточно дешево. Потому что аналоги в этом мире стоят там 200-300. Blackmagic в очередной раз делает вещи. А поскольку мы достаточно часто стримим, как вы знаете. Вот такая штучка нам, конечно, очень-очень пригодится. В комплекте блок питания. Совершенно нарядные вот такие вот на разные розетки вилочки. И сама коробочка, мне прям интересно. Ой, она очень маленькая, очень аккуратненькая. И я вам хочу сказать, что охренеть. Если вы занимаетесь стримами, насколько я знаю, это must-have тотальный. Потому что ты ее положил, пам-пам-пам-пам-пам, кнопочками камеру включил, выключил, переключил. Здесь, соответственно, можно picture-in-picture мутить. Мы на ней сейчас плотно останавливаться не будем. Я просто рад, что она наконец-то до нас доехала. Их не было в России. И надеюсь, что она нас не подведет. Но как минимум, те продукты Blackmagic, которые мы используем, они служат верой правной, много лет и своих денег, конечно же, стоят. В комплект положили наклеечку. Спасибо. Но не положили провод, потому что замечательно. Питание все, а к компьютеру подключать USB-сишечку сам себе купишь. Ну что ж, народ, быстренько настроили компьютер. Я не стал акцентировать на этом внимание. Все так же понятно, как делали это мы все эти годы. Никаких особых изменений. Единственное, что наш iMac 21.5 работает аж на macOS Mojave 1014. Сейчас актуальна эта Каталина. Ну и мы будем ставить бета-версию Big Sur, как я и говорил. Единственное, что, смотрите, у нас iMac Retina 4K. Здесь, кстати, очень качественный звук. Вот здесь снизу находятся динамики. И смотреть на таком малыше, например, кино в 4K, одно, блин, удовольствие. Поэтому я залетаю на сайтец Beta Profiles. Вот здесь у меня есть, собственно, macOS 11. Для того, чтобы ее установить, мне понадобится специальная такая маленькая прибамбасина, которая установит мне непосредственно операционную систему. Давайте еще раз. Я оставлю ссылку в описании на этот сайт. Сможете скачать, поставить, если вдруг захотите. Но делайте это на свой страх и риск. И я сразу ощущаю, что, конечно же, жесткий диск на 5400, это, блин, тяжело. Да, он на 1 терабайт, но, блин, все так медленно после SSD. Вернуться к HDD немножко больно. Перед тем, как установить macOS 11 Big Sur, смотрите, что мы с вами сделаем. Залетаю на oko.tv. Почему? Потому что это отличное место, где можно смотреть фильмы в Ultra HD 4K. Там же транслируются матчи APL в Full HD. Это единственное место, где можно это делать легально. А почему вам это сейчас важно? Да потому что я захожу вот сюда в раздел промокод и вбиваю заветные 6 цифр, которые звучат следующим образом. 6, 8, 5, 2, 2, 0. Активировав этот промокод до 31 июля 2020 года, я получаю доступ к подписке Optimum на 60 дней. Возможность продлить подписку со скидкой 20%, 7 дней бесплатного спорта. И 7 дней подписки на фильмы Ultra HD 4K. Офигеть. Код успешно активирован. Красота. Кроме того, что я могу использовать OKTV через непосредственно браузер, в данном случае Safari. Также можно установить на свои устройства, доступные на iOS и на Android. Можно поставить, не знаю, на какой-нибудь PlayStation 4. Везде, где вам удобно. А дальше нажимаю продолжить. Во-первых, мне тут сразу говорят, опа, матч сегодня в 22.15. Здесь каждый найдет что-то для себя. Новиночки, основатель. Фильм хоть и не новый, но только-только появился в российском прокате. С дубляжом очень вам советую. Интересная история. Подборки для детей. Здесь и мультфильмы, и фильмы для всей семьи. И, конечно же, каталог обширен. Вот тебе искусство онлайн. И можно смотреть театральные постановки и многие другие вещи. Мне, конечно, еще интересует история эксклюзивов в ОКО. Например, сериал «Нагиев на карантине». Рекомендую. Достаточно забавный, а главное, злободневный, что самое важное. 16+, имейте в виду. Вот так вот залетаешь. Плеер шустрый, красиво на весь экран развернул. И даже на нашем не очень мощном iMac 21.5 можно всем этим с удовольствием наслаждаться. С хорошим, прошу заметить, звуком. Кто ты, женщина? Не начинай. Шучу, шучу. Женщина, которую я вижу, реже, чем минусы на своих счетах. Для меня, конечно, отдельным кайфом является ОКО Спорт, потому что здесь можно смотреть матчи АПЛ и МЛС в Full HD. И 31-й тур, например, да, матч Манчестер Сити с Челси, в котором многое решилось. Я, например, его не видел. Могу глянуть обзор, лучший момент или просто запись матча. Включаешь и смотришь в кайфовом Full HD и еще раз. Это ли не счастье, а? Вот так вот. Напоминаю про промокод 658220 для новых пользователей. Отличная возможность ознакомиться с сервисом. Ссылочка в описании. Пользуйтесь и наслаждайтесь. Слушайте, буквально несколько минут попользовался iMac'ом на Core i3 с 8 гигами оперативы. И с HDD, в первую очередь, это просто виллы какие-то. Хрен ли ты такой медленный? Может быть, это Mojave? Я уже подзабыл. Ну, ты посмотри. Я хочу, чтобы ты открыл вот этот вот непосредственно ДМГ. Господи. 134 килобайта. Открой его, мразь. Что происходит? Я не знаю. Возможно, он что-то тут может в iCloud Drive грузит. Я не знаю. Что с компьютером происходит? Я заплатил за тебя 107 тысяч рублей плюс-минус. Откройся, мразь. Ну, слушайте, я так давно не бомбил. Я не знаю. Мне кажется, этот компьютер должен быть запрещен просто Женевской конвенцией для издевательства над людьми. Запустись, что происходит? Какого хрена? Я ничего не понимаю. Че так тормозит? Я... Ну, серьезно. Ну, ты посмотри. Ну, ты посмотри. Что? Что ты открылся? Неужели? Установи уже Big Sur. Это невозможно. Я не знаю. Может, я забыл. Может быть, я забыл, что Mojave был таким днищем. Но пока это ощущается просто какое-то издевательство. Это не компьютер. Если бы я купил себе первый Mac, и он работал вот так. Я бы не просто орал. Я бы, наверное... Я не знаю, что бы я сделал. Ребята, это просто ненормально. Давайте ставить Big Sur и смотреть, как он будет работать. Потому что Mojave на iMac это просто пока. Да, друзья мои, охренеть, это все не быстро. Прошло уже часа 4, наверное. Он до сих пор не обновился. Кребаный HDD на 5400. Ты просто всю вообще душу вынул. Надеюсь, скоро. Я уже не могу ждать. Ну, давай. Давай, что ты обновился? Нет, иди сюда. Я не могу уже больше. Семь минут. Семь минут. Охренеть. Это безумие какое-то. Ну, короче. Если сейчас он не будет активирован и обновлен. Дядь, Женя тут вообще, конечно, нормально чилит. Я буду очень сильно огорчен. Очень сильно. Иди сюда. iMac. Какого, блин, хрена? Сколько можно... Ай, ладно. Давай, самое первое впечатление. Ой, ассистент обратной связи. Здравствуйте. Слушай, он загрузился в 5000 раз быстрее, чем в прошлый раз. Неужели он стал работать? Но вынужден признать свою ошибку. У меня был включен iCloud Drive. Он, видимо, закачивал файлы из облака. Когда у тебя HDD 5400, это превращает компьютер в картоху. Вон они тут, собственно, подгружались. Я весь этот процесс остановил и стало сильно лучше. Но! Но! Вы знаете, конечно, Mojave была задница. Потому что сразу бикстюр поставить не удалось. Нужно было накатить Каталину. Я чуть-чуть потыкал, и уже Каталина была повеселее. А вот эта вся история уже работает намного приятнее. Здесь уже не тормозит, как мразь. Ну и, конечно, для человека, незнакомого с системой macOS, сейчас не особо много чего изменилось. Но давайте пробежимся по тому, что мы уже видели. Во-первых, нам презентовали новый дизайн-код. Собственно, сейчас вы наблюдаете тот самый видеоролик, где рассказывают про полупрозрачности, про всякие тени и слои и так далее. Это да. Но! По факту, они сделали вот этот док, теперь очень похожий на логику iOS, iPadOS, любой там TVOS. Теперь у нас нет разномастных иконок почти. Вот смотрите, видите, пакет iWork остался. Здесь вот они, я думаю, их обновят потом, когда это будет все релизиться. А все остальное стало унифицированным, ровно так, как я это вижу на iPhone. С одной стороны, прикольно, с другой стороны, ну, некая логика вот этого дока, она была мне ближе, что ли. Во-вторых, они сделали вот эти все переключатели также очень похожими на то, что я сейчас наблюдаю на своем iPhone. То есть, если раньше это был более такой компьютерный ползунок, то теперь он вот такой вот, как, опять же, я видел много раз там на iPad. Хорошо ли это? Да, наверное, хорошо. С другой стороны, ну, хрен его знает. Вот виджеты приезжают теперь. Раньше они какой-то были логикой, типа, полэкрана отъедалось. Теперь они такие заезжают тебе непосредственно на экран. Почему нет? Я пообщался с Ильей Казаковым. Он сказал, что на своем MacBook Pro, на котором он накатил себе Big Sur как основную систему, он страданий никаких не испытывает. И я верю, я думаю, что так и есть. Ну, давай, вот Safari, насколько быстро загрузится в прошлое. Слушайте, ну, совсем другая история. Здесь у нас теперь стало прямо хорошо. Здесь теперь прямо вот все симпатично. Protection, отчет от конфиденциальности, встроенные переводчики, тра-та-та. Но по факту показать вам, честно говоря, особо нечего. Я стал смотреть вообще, что там в Big Sur сейчас доступно. Да ничего, вот тот же самый экран. Единственное, что обоины мы, конечно, должны поменять, потому что, ну, что это такое, да? Не серьезно. А изменить фон рабочего стола первым же делом поставим обойну из новой операционки. Что-то перехвалил я. Нет, 5400 ощущается просто вообще. И вот спорта. Любое действие, просто какие-то безумные минуты ожидания. Я даже не шучу. Вот я запустил настройки, смотри. Ну где, алло? Алло? Ай-аймак. Родненький, давай. Давай, я понимаю, что тебе тяжело со всех сторон. Вон, о, отдуплился. И вот, собственно, да. Нам нужна картинка, конечно же, из новой, так скажем, логики. Вот эта вот симпатичная. Я вот сейчас не понимаю. Я вроде в нее ткнул, она должна здесь поменяться. Но она не меняется. И непонятно, то ли я не ткнул нормально, то ли она еще не поменялась. Алло? Возможно, в бета-версии он почему-то считает, что вот эта картинка и вот эта картинка, это то же самое. Поэтому, если я выберу эту картинку, то что ты делаешь-то? А почему? Охренеть. Я отказываюсь вообще что-либо понимать. Смотрите, какая история, братцы. С Big Sur'ом все понятно. Очень симпатичная система. Чуть-чуть обновили логику. Будет хорошо. Главная фишка, это, конечно же, переезд на ARM-архитектуру. У нас теперь будет новое поколение компьютеров. Я об этом отдельно расскажу. Здесь же с этим iMac я понял, заклинаю, не берите iMac на жестком диске. Доплатив десятку, вы можете взять Fusion Drive. Это комбинация SSD плюс HDD. Маленький SSD, куда закачиваются файлики часто используемые. Таким образом, хотя бы становятся пошустрее. Но лучше, конечно, брать SSD. Поэтому мы возьмем этот iMac и воткнем в него SSD. Я потом вам расскажу, как это делается, насколько это дорого, сложно, нафига ли оно нужно и вот это все. Ну а пока, ну к Big Sur'у у меня вопросов нет. Попользуюсь, наверное, расскажу вам, может быть, детальнее в своем твиттере и инстаграме. Подписывайтесь, ссылочки также есть в описании. Видимо, время тех бет, которые были прямо новыми-новыми и ломали все, оно ушло. В случае с Каталиной мы отказывались от 32-битных приложений, поэтому многие отстрельнули. Здесь же большого апдейта по сравнению с той же Каталиной не будет. Поэтому, ну окей, я залетаю на ОК ТВ, пойду смотреть футбол. Залетайте в описании, кликайте по ссылочке, применяйте промокод и наслаждайтесь процессом. Ну и, конечно, ставьте лайки, если вам было интересно и полезно. И все, до новых встреч, скоро увидимся, как положено.